Юрий Грымчак. На руках Ходорковского и Луценко кровь небесной сотни. Профессиональный предатель Грымчак легко пошел на сделку со следствием и развязал язык, открывая бездны шокирующие информации о своих друзьях, коллегах и патронах. Грым. Так звали молодого орка из Украины, описанной Виктором Пелевиным в шедевральном романе «Снов». Как обычно, никто не может передать кошмарность и игривость реальности лучше, чем она сама и герой этого текста. Да, Грым. Грымчак. Юрий Николаевич. Грымчак из Украины. Тот еще гоблин. Юрий Николаевич Грымчак. Личность настолько дурно пахнущая, что даже писать о ней приходится в умственном противогазе. В его персональном амбре тонко переплелись ароматы предательства, кидалово, агрессивного быдланства, матерщины, постоянные лжи, шакальства и гиенства. И поверх всего густой смрад тотальной жадности и коррумпированности. О подвигах Грымчака составилась целая летопись, в которой описаны его корыстные трансформации из донецкого сторонника неделимого СССР и социалиста в лютого бандеровца, парохобота, ястреба и карательного соловья. Но нас больше интересует ее финал. Сейчас бывшего замминистра по делам оккупированных территорий арестовали за получение половины из миллиона долларов взятки. И так, как размер коррупционного деяния особо крупный, то грозит Юрию до 12 лет с конфискацией всего, что было нажито непосильным и бессовестным трудом, в чем он резко не заинтересован. Соответственно, легко пошел на сделку со следствием и развязал язык, открывая безны шокирующие информации о своих друзьях, коллегах и патронах. Итак, чем грозит ряду очень известных личностей Грымчак Гейт? И кому конкретно? А тут у нас целая цепочка. Одно звено, которое тянет за собой другие. И в конце нас ожидает настоящий сюрприз. Ближайшим к Грыму звеном, интересующим СБУ и новую украинскую власть, оказался его старинный друг и покровитель Юрий Луценко, нынешний генпрокурор Украины, ужасно мешающий Зеленскому взять под контроль силовую вертикаль государства и, помимо этого, ставящий палки в колеса уголовному преследованию Петра Порошенко. Следующее звено в цепочке Грымчак-Луценко. Грымчак сдает Луценко, Луценко сдает Порошенко. Луценко сядут усе. Но что же в конце цепи? А там... Ой! Грымчак охотно пошел на сделку со спецслужбами и уже со вчерашнего дня начали документировать члена ОПГ Юра Луценко. Оказывается, Луценко вел переговоры с российскими миллиардерами о финансировании Майдана, в частности с Ходорковским. Также Луценко был причастен к вывозу боевого оружия на Майдан. Это оружие впоследствии куда-то исчезло и уже через день начались массовые убийства в центре Киева. Ходорковский в этом плане похож на Суроса, уши которого торчат в любом грязном деле на планете. Если не непосредственно, то через одно рукопожатие. Уши же МБХ торчат в любой антироссийской инициативе, будь то попыткой раскачать Россию изнутри или нанести ей крупный геополитический ущерб извне. Однако согласитесь, что информация о его финансировании нацистского переворота, спонсировании массовых убийств и связях с будущим режимом геноцида Донбасса – это новая ступень в оценке низости и опасности этой личности. Еще одна ценнейшая деталь – подтвердившийся факт провокативной подставной природы расстрела небесной сотни, да и в целом нападение на подавляющую часть знаковых сакральных жертв Евромайдана. Вот уже с помощью Крымчака выяснилось, и что пресловутую Татьяну Черноволу избили не наймитые Януковича, а свои же побратимы. Участники коррупционной аферы Гетман и Авдиенко имеют отношение к нападению на оппозиционную журналистку в 2013 году, то есть избивали Черноволу никакие не тетушки Януковича, а самые что ни на есть свои – оранжевые бандиты. Практически нет сомнений, что дальше откровение прижатого к стенке Крымчака откроет для нас истину и про неизвестных снайперов, действия которых так и не расследовали за 5 лет с 2014 года. Угу, если доживет. И выяснится, что жертвенных баранов из простонародья принесли на алтарь победы революции те, кто потом 5 лет грабил Украину. А Ходорковский теперь можно смело и с полным основанием говорить, что на его руках кровь не только жертв криминальных разборок 90-х годов, исчисляемых десятками, но и кровь той самой убитой из купленного на его деньги оружия небесной сотни. Но из сотни не предел в подсчете жертв его преступлений, ведь эти 100 трупов стали ступенями для прихода к власти тех, кто развязал гражданскую войну и убил тысячи жителей Донбасса. Ходорковский оказывается спонсором международного терроризма, подельником военных преступлений, финансистом государственного переворота и бессудных расстрелов. Этого достаточно, чтобы запустить процесс его международного розыска Интерполом. Говори, Грым, не останавливайся, выкладывай все, что знаешь. Обо всех. Григорий Игнатов. Специально для журналистской правды. Юрий Грымчак. На руках Ходорковского и Луценко кровь небесной сотни. Что-то я начинаю беспокоиться о безопасности Грымчака.